Темпы газификации в регионах страны недостаточны. Такую оценку дал президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск. Он отметил, что больше внимания нужно уделять сельским территориям. Какова картина в Алтайском крае? Сегодня говорим с начальником отдела газификации Минстройтранса Алтайского края Игорем Хроменковым. Игорь Александрович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот действительно ли это так? Оценка президента, она оптимальна для всех регионов или все-таки в Алтайском крае по-другому дела обстоят? Немного истории. К нам в Алтайский край природный газ пришел в 1996 году. То есть 22 года, как Алтайский край сегодня находится в стадии газификации. И я считаю, что те результаты, которых мы добились за этот период, довольно неплохие. Я приведу несколько цифр. Мы за это время построили 4,5 тысячи километров газовых сетей. Мы газифицировали более 124 тысяч домовладений. То есть это около 400 тысяч жителей Алтайского края сегодня пользуются природным газом. И 1320 газовых котельных мы с вами построили за это время. Вот вы говорите 400 тысяч получили, а сколько еще ждут? Ну если мы с вами знаем численность Алтайского края, а это 2 миллиона 400 тысяч примерно. То есть все 2 миллиона, да? Вот. То в теории, конечно, наша задача обеспечить максимальную квалификацию территории Алтайского края. Сегодня 12 районов и 4 города имеют возможность пользоваться природным газом, а всего у нас районов 59. Поэтому, конечно, основная работа у нас еще впереди. Ну а что мешает? Я понимаю, что я задаю сейчас чисто женский вопрос, которому хочется все сразу, да? Что мешает весь край в ближайшие, не знаю, несколько лет обеспечить газом? Это только финансирование вопроса или что-то еще? Это не только финансирование. У нашего региона есть своя особенность. Это очень большое количество сельских населенных пунктов, их более тысячи. Это большая протяженность территории, площадь территории и большая разбросанность вот этих сельских населенных пунктов между собой. То есть для того, чтобы в небольшой населенный пункт, пусть даже с количеством там в 300-400 домовладений перевести природный газ, необходимо строить по 30-40 километров межпоселковых газопроводов. А реально смогут воспользоваться вот природным газом всего лишь, как я говорил, несколько сот домовладений. Затраты, безусловно, очень высокие. Сегодня средняя стоимость одного километра газовых сетей в районе 3,5 миллионов рублей. То есть затраты очень существенные. За эти 22 года на газификацию было потрачено 19 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, плюс в небюджетные источники. А тем не менее, потратив почти 20 миллиардов, мы смогли только 124 тысячи домовладений обеспечить природным газом. Если говорить о перспективах долгосрочных, когда все-таки будет точка поставлена в этом деле? Я приведу вам один пример. Это Ростовская область. Значит, природный газ в Ростовскую область пришел уже в далеком 1956 году. То есть ровно на 40 лет раньше, чем он пришел в Алтайский край. Сегодня уровень газификации Ростовской области 70%. А область, как вы понимаете, газифицируется уже 62 года. Мы с вами за 22 года достигли уровня газификации 17%. Поэтому основные работы у нас впереди. И, безусловно, сказать какие-то временные рамки, что через 20, 30 или 40 лет весь Алтайский край будет с природным газом, наверное, сегодня это очень сложно. Ну, какие ближайшие перспективы, исследуете ли вы заветом Владимира Владимировича приоритеты давать сельским территориям? Основное направление нашей работы сегодня это как раз и есть газификация сельских населенных пунктов. Я уже сказал, что сегодня их 76 и на ближайшие три года, пока у нас существуют действующие программы, они все рассчитаны по 2020 год включительно, еще дополнительно 10 населенных пунктов появятся на карте газификации. В первую очередь это в Советском районе мы сегодня строим распредсети в селах Краснояр и Шульгинка. Это в Смоленском районе село Точильное и Раздольное, и Кировское. И в Троицком районе это поселок Редеевский, село Заводское, село Октябрьское. Это вот основные села, которые появятся у нас в ближайшие годы. Сегодня все существующие программы для этого действованы. Первая основная это программа газификации Алтайского края. Вторая это федеральная целевая программа устойчивого развития сельских территорий, где есть участие и федерального бюджета. И третья программа, это общая программа газификация регионов России Алтайский край совместно с ПАО «Газпром». То есть все возможные источники финансирования на газификацию в регионе используются. Ну а в этом году жителям каких сел придет газ? В этом году новых населенных пунктов у нас не появится. Мы сегодня осуществляем, заканчиваем строительство объектов уже существующих. Но предположим, в этом году уже был пущен газ в селе Павловск, Павловского района, в Смоленском, в село Смоленское, райцентр Смоленского района. В ближайшее время будет запущен газ в селе Перезовка, Первомайского района, в село Первомайское, только уже Бийского района. И также будут сданы в эксплуатации несколько модульных газовых котельных, которые будут отапливать объекты социальной сферы. Одну из них, кстати, вы будете принимать уже завтра. Да, это знаковое событие, потому что это будет первый объект газовой отрасли в селе Роски. То есть мы будем запускать газовую котельную, которая будет отапливать практически всю социальную сферу села Роски. Это и школы, и детские сады, и дом культуры, и здания администрации, почты, и библиотеки. То есть мы наконец-то закроем очень старую угольную котельную. Если не ввести в этом году газ в сростках, то угольная котельная сможет работать? Угольная котельная с большими сложностями отработала прошлый отопительный сезон. Были многочисленные жалобы как раз от социальных объектов. А учитывая, что там школа, детский сад, это ребятишки в первую очередь, и учителя, и воспитатели. Поэтому я думаю, что если бы мы вовремя не построили и не запустили газовую котельную, то отопительный сезон предстоящий проходил бы с большими проблемами. Что ж, будем надеяться, что проблем не будет ни в вашей работе, ни в предстоящем отопительном сезоне. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с начальником отдела газификации Минстройтранса Алтайского края Игорем Хроменковым о газификации нашего региона. До встречи.